BMW M3. Эволюция сквозь годы. Перевод группы BMI Russian. Спонсор перевода – магазин колесных дисков Wheels Outlet. 90% внешнего вида автомобиля – это колеса. Подбери их на wheelsoutlet.ru BMW сделаны для водителей. В них отлично чувствуется дорога, хорошая посадка у водителя, отличная управляемость. Их весело водить. Ты хорошо в них вписываешься, в поворотах едешь интуитивно. Думаю, все началось с М1, умершей серии прокаров. После этого BMW пошли в гонки на седанах, а потом на шестой серии. Ну а затем они решили, что им нужен концепт для грядущей ADAC ДТМ чемпионата в классе Туринг. E30 M3 выпустили в 1987 году для чемпионата ДТМ. Годом позже она появилась в автосалонах США в 1988. E30 M3 – настоящая серийная гоночная машина с завода. Это абсолютно иной тип автомобиля. Очень немногие детали остались неизменными от стандартного автомобиля. С двигателем связана очень интересная история. Он является наследником шестицилиндрового двигателя от М1. Ауксман, Фолькен Ауксман, пришел к Полу Рошу, гуру по двигателям, и попросил сделать четырехцилиндровый двигатель для автомобиля класса Туринг. Они отпилили два цилиндра от двигателя М1, и так началась легенда ОС-14. По части БМВ это была настоящая серийная гоночная машина. Можно было пойти и купить ее, потом привезти на трек и легко выиграть в своем классе. Изначально машина проектировала, чтобы соперничать с Мерседесом. И они побеждали 190 E2.3.16 и автомобили Audi Quattro. Как гласит история, у них-то очень хорошо получалось. Владеть ей это мечта. Сразу после появления они не пользовались особой популярностью. Они были довольно дорогими, под капотом был четырехцилиндровый двигатель, крылья все эти. Они подолгу пылились в автосалонах. Потом их наконец начали брать, и народ понял, что это весьма особенная машина. E36 появилась на рынке США в 1995-м. Как же нас надурили. Мы получили пластиковые фары, стандартный двигатель от 325-й, но расточенный на стероидах. И по большей части, больше ничего. А вот в Европе продавался настоящий убийца. 287 лошадиных сил, 3 литра, с Ваносом и многими другими опциями. Но американские E36 по динамическим характеристикам были практически равными европейской версии. Не знаю, зачем они сделали это разделение, типа приемный ребенок или что-то типа того, но машина не была такой популярной. Но позже, когда автомобиль состарился, вышел в тираж, так сказать, он стал гораздо более популярен. Они легко тенинговались и часто использовались в качестве трековых автомобилей. Динамические характеристики довольно приемлемы. Не чемпионы, конечно, но они выдавали довольно много мощности и крутящего момента. В целом, на треке они ехали весьма неплохо. Используемся на трек. Е-46 появилась в США в 2001 году. Для этой машины BMW как бы заточили свои карандаши. Она была более целенаправленная, более вылизанная. Это был дебют последователя европейского двигателя S50, S54. Очень надежный двигатель. С мощным звуком, 333 л.с. в стоке, уже из салона, машина была замечательной. Интерьер намного лучше, чем в Е-36. Одной из претензий к 36-м была сильная дешевизна интерьера. На Е-46 они довольно сильно его подтянули. Он намного более комфортный, более тихий. На треке машина ехала очень четко. Даже на дорогах общего пользования это был замечательный автомобиль. Великолепная разработка. Это был довольно большой скачок по отношению к 36-м. Е-90 вышла в 2007-м. Она пошла больше в сторону роскоши и простоты в управлении. Она немного тяжелее, но у нее есть замечательная V-образная восьмерка, которая затмевает все остальное. В то время Ауди и Мерседес, вернее нужно сказать Мерседес и Ауди, наступали BMW на пятки. Ауди со своей RS6, Мерседес со своими AMG-версиями. В то время соперничество было нешуточным. Должен сказать, лучшее, что есть в новой М3, S65, V-образная восьмерка. Эта штука красиво поет. Ну, знаете, было много разговоров о том, что 1М является как бы продолжением М3. Во многих смыслах так оно и есть. Но не думаю, что когда-нибудь появится продолжение Е30-й М3. Вокруг выхода новой М3 F80 много шума. Мы ждем, когда ее представят. Она будет с турбированным шестицилиндровым двигателем. Будет довольно интересно. Она должна удовлетворять всем потребностям. Экономия топлива, динамические характеристики, управляемость. Перевод группы BMI Russian. Спонсор перевода – магазин колесных дисков Wheels Outlet. 90% внешнего вида автомобиля – это колеса. Подбери их на wheelsoutlet.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok